Здравствуйте! Сегодня я приготовлю королевский пирог с малиной, шоколадом и миндальным штройзелем. Рекомендую подписаться на канал и включить уведомления, чтобы первыми получать сообщения о новых видео. Приятного просмотра! Форму для выпечки выстелить бумагой с антипригарным слоем. Просеянную муку соединить с солью, содой и разрыхлителем. Обоснование совместного добавления соды и разрыхлителя есть в описании. Яйцо комнатной температуры соединить с ванильным сахаром и сахаром. Перемешать венчиком до посвятления массы. Добавить кефир любой жирности и перемешать. Кефир можно заменить йогуртом или нежирной сметаной. Влить растопленное и охлажденное сливочное масло. В два приема добавить мучную смесь. Тщательно перемешать, чтобы получилось густое тесто. Больше рецептов пирогов с ягодами и фруктами можно найти по ссылке в описании. Добавить мелко нарезанный шоколад, черный или молочный, перемешать. Для штройзеля просеянную муку соединить с сахаром, перемешать. Добавить охлажденное сливочное масло и растереть в крошку. Всыпать миндальные лепестки или молотый миндаль и перемешать. Рецепт штройзеля без миндаля оставлю под видео. Распределить тесто по форме равномерным слоем. Сверху выложить ягоды малины, свежие или замороженные. Их можно заменить вишней без косточек, клубникой, смородиной, черникой и так далее. Распределить штройзель. Выпекать в разогретой до 170 градусов духовке на среднем уровне без конвекции 50-60 минут. Пирог извлечь из формы и полностью остудить. Мягкий, нежный, с кусочками шоколада и ароматными ягодами, покрытый хрустящей крошкой пирог, станет прекрасным дополнением к чаю или кофе. Делитесь этим видео с друзьями, готовьте с удовольствием. С вами была Ирина Подолян на канале Приятного Аппетита!